Вот так буквально вчера выглядели полки одного из магазинов в Туманном. Видео прислал нам житель посёлка Сергей Холодов. Апрельские снегопады прервали транспортное сообщение Туманного с остальным миром. Прямо сейчас дорожники пытаются проложить путь к Туманному, однако работа идёт медленно. Снег плотный, сырой и тяжёлый, отвоёвывать у него дорогу приходится буквально по метру. В сложившейся экстремальной ситуации администрация Кольского района обратилась за помощью к спасателям. Туманный отрезан снегом от большой земли. В магазинах подошли к концу продукты. Пока дорожная техника пробивает путь к посёлку, спасатели принимают экстренные меры. Забрасывают в Туманное продовольствие снегоходами. На 85-й километр Серебрянской трассы были доставлены два снегохода и груз продовольствия. Овощи, мороженые продукты, консервы, молоко, бутилированная вода. Бойцы аварийно-спасательного отряда областного управления по делам гражданской обороны в защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности грузят упаковки на валакуши и закрепляют верёвками. Расстояние отсюда до Туманного порядка 11 километров. Мощные снегоходы преодолевают его примерно за 20 минут. Чтобы перевести около 4 кубометров груза, двум снегоходам понадобится 4-5 рейсов. Работа идёт быстро и слаженно. Заметно, что для спасателей это дело привычное. Для спасателей и для администрации Кольского района это рядовая операция администрации Кольского района и аварийно-спасательное формирование областное. Наши коллеги уже неоднократно выполняли эти мероприятия. И они, и мы готовы отрабатывать подобные операции в ежедневном режиме. Уже в первых числах мая путь в Туманы будет наконец открыт. Но пока единственной дорогой жизни, связывающей посёлок с миром, остаётся узкий снегоходный след по заснеженной тундре. Роман Войнила, Илья Бояркин, ТВ-21